Всем привет! С вами Олег и Валя. Друзья, напоминаю, мы сейчас находимся в Кемере, поселок Бельбеди. И мы в отеле Ака Антедон, известная сеть отелей Ака. Мы сюда приехали за смешные деньги, да, как бы это ни звучало. Это 20 тысяч гривен на 8 ночей с вылетом из Киева, все включено. Говорю смешные, потому что в сезон, ребята, этот отель стоит 45-55 тысяч. 20 тысяч гривен, это больше, чем 2000 долларов. Так что мы решили все-таки на зимовку в Турцию, в Аку Антедон. Так, ребята, смотрите, какая ситуация. Мы еще не заселились, мы только приехали. Мы сейчас идем на лобби, мы идем на рецепшн, мы начинаем заселяться. Сейчас вам расскажем нюансы. Сейчас получается приблизительно час дня. Веселее, если нет. Сейчас глянем, сразу ли нас поселят, накинут ли нам ремешки. Здесь есть ремешки, не знаешь? Сейчас мы все это и узнаем. Но сразу говорю, за такую цену с нами приехал, почти весь автобус вышел. Там буквально пару человек поехало куда-то дальше. Весь автобус встал Акатедонт и все вышли. Так что я думаю, отель будет довольно-таки заполнен. И кому интересно зимняя Турция, оставайтесь с нами. Ну а мы погнали. Погнали. А нас встречает не охранник отеля или проверяющий, а вот кто? Котики. Конечно, Турция без котиков никуда. Привет, зайчик. Будем тебя кормить. Повторюсь, очень для нас странно и удивительно. На входе нет никакого проверяющего. Ни браслеты не смотрят, ни тесты, ни чемоданы не дезинфицируют. В общем, как-то так. И это холл отеля. Ого, смотри, какие балки на потолке. Идем заселяться, потом покажем более подробно. А уже все пошли на обед. Мы остались последними. Регистрируемся и бежим показывать, чем кормят в отеле. И что? Почему нас не вселили сразу? Потому что нам нужно заполнить вот такие вот документики. Здесь два или три листика. Выделили главным, где надо заполнять. В общем, бумажная волокита, она везде есть. Так что заполняем и отдаем. Вот уже, ну давай. Ну что, Валя, как тебе первое знакомство? Как, что скажешь по вселению? Ну, странный отель. Для нас это впервые. Мы заполнили кучу бумажек. Ну, наверное, сейчас это везде. Не, ну тут особо много бумажек. Здесь особо много бумажек. Особо нет персонала. Ну, бегает один мужчинка и объясняет, что заполнить. Мужчинка? Каждые 45 минут, правильно? Да, вот, Ака. Ака Hotel приложение. Вот, каждые 45 минут. То есть, я не могу понять, а как они ограничат? Кто-то дольше кушает, кто-то быстрее. Не знаю? Ну, вот это сейчас будем проверять. Короче, ребята, я вам хочу сказать, пока мисс от отеля первый шок. Вот, мы начинаем привыкать к отелю. А это что за куча карточек? Два ключа от отеля, от номера. На свет карточка отдельная. И на полотенце, которые берутся в спа-салоне. Также там на этаже находится основной ресторан. Называется диван. Диван-ресторан. Да. Дальше еще из новинок, ребята. Посмотрите, какой ремешок здесь. Здесь нет ремешков. Да, здесь, ребята, без, ну, система доступа, видать, или по лицу как-то, наверное, к какому-то фейстайму. То есть, даже на входе не охранник, никто вообще не стоит. Нет, на самом въезде, вот там вот внизу, знаешь, обычно в таких отелях стоит на въезде. Марка, да, такая же. Да, а потом на входе еще в лобби. В общем, ребята, продолжаем изучать отель и вам рассказывать. Ну, как тебе самое первое впечатление, самое-самое. Кстати, нам уже номер дали. Номер у нас 10-18. А что вот это дали, скажи мне? Ну, я не знаю. Это тоже нам. В общем, записываемся на обед и показываем, чем нас будут кормить. Подождите, это что-то... Ага, понял. Тут вот телефон, 4 шестерки, если что-то случилось есть. Так, как мы и говорили, концепция отеля, в принципе, как и везде. В селении, ребята, с 14-00, но нас вселили без 20-ти, получается, 2. Так что идем дальше. Так, идем искать свой номер. Номер у нас 10-18, ребята. Немножко непонятная ситуация. Сказали, что ваши чемоданы отвезли в номер. Там просто чемоданом стояло в холле, ну, наверное, штук 30, да? Да. А как они узнали, где наш чемодан? Чемоданами я тут не вижу. Может, вы уже занесли туда? Та-да! Замки электронные. Ну что, хотите первыми увидеть наш номер? Поехали! Так, ребятка, что тут у нас получается? Да, кроватка маленькая. Номер, ну, в принципе, не сильно маленький, но и не огромный. Ладно, сейчас не будет, кстати, диван. Это для третьего, ну, ребенка, для третьего человека, да, получается? Угу. Слушай, номер вроде маленький, а столько влезло всего. Какие-то штучки лежат. В общем, сейчас все будем изучать. Спички, спички. Нет. Да, спички бумажные. Ладно. Погнали, хочется что? Кушатки! Кушатки. Квечи мы бросили. Теперь по нюху, по запаху ищем столовую. Ресторан. О, извините, извините, пардонте, пардонте. Так, значит, спрашивают номер комнаты, так как записываться надо заранее. О, хо-хо-хо-хо-хо. Это на большую-большую турецкую семью. На улице кушают люди. Смотрите, я так понимаю, записываешься, чтобы не было столпотворения в ресторане. Поэтому, как видим, все свободненько. Сейчас посмотрим, чем нас кормят. В общем, глянули мы, что есть. Покажу вкратце. И полный обзор еды будет на канале. Рыбка жареная, кстати, нескольких видов есть. Сейчас. Сделай середине немножко. Еда за веревочкой. Но, как видим, люди туда заходят. Салаты. Ой, сколько коленей, маслиных, оливок. В общем, сейчас покажем, что мы возьмем сегодня. И сразу хотим показать, какой гранат в отеле. Знаете, в Египте он такой белый, типа, сорт какой-то. А здесь просто, просто гранатовый. Вы знаете, эффект первого дня все-таки он присутствует. Вот напишите, кто первый раз в отеле и у кого нет эффекта первого дня. Все-таки существует реальность и существует ожидание, правильно? Я бы даже сказала, что первые три дня такой эффект будет, когда ты набираешь всего попробовать. А потом уже, когда определяешься, набираешь себе персонально одну тарелочку и все. Согласен. Но я даже еще не по этому поводу. Я по поводу того, что вот прежде, чем ехать в этот отель, естественно, мы про него смотрели. Оказывается, мы смотрели концепцию, наверное, летнюю, да? Там, где ультра все включено. Да, ультра все включено. Сейчас, да, если честно, или нам не досталось, мы пришли под конец обеда, но мы не увидели мясо. Мои агенты, здесь есть уже мой агент, сказал, сказал, что буквально еще несколько дней назад, когда был отель переполнен, здесь еда была, говорит, просто пальчики оближешь. В данный момент здесь нельзя найти мясо. Оказывается, у самого начала обеда было мясо, цельное медальон, или как они называются? Ну, может быть, да. Вот, да. А мой агент, не буду говорить, женщина или мужчина, сказал, что были с утра, с самого начала. Мясо было. Да, медальон. В данный момент, ребята, мясо нет. Мы не жалуемся, но мы видели, поверьте, здесь, мы видели такие поляны здесь. Просто, просто челюсть отвисала, согласись, вот то, что мы на видео. Поэтому и ценник такой сейчас на тур. Да. Ну, ребят, мы бухтим, но пока нам все нравится, все круто. Взяли какой-то суп, взяли по чуть-чуть тут мяса, оливки, это Валя набирала рыбка, это овощи. Я взял другой суп, написано зеленый суп. Это я взял, взял рыбки, какие-то куриные штучки. А, это фалафель, это куриные штучки. И замес салата я взял себе кукурузу. Фрукты, обратите внимание, здесь очень-очень четкие гранаты, просто зебестовые. Кстати, а сейчас мы попросим Валечку попробовать. Я знаю, она очень большая любительница хурмы. Просто откуси, попробуй. Я хотела супчик сначала. Просто попробуй, мне лично интересно. А если меня сейчас сведет? Потому что она выглядит, в принципе, очень даже неплохо. Очень вкусная. Она спелая, она мягкая, и она нетерпкая, очень сладкая. Лишний раз подчеркивается, что к нам, допустим, некоторые фрукты приходят зеленые. И мы их... Да. Из-за этого и терпкость, и тогда и т.п. Ладно. Ну, смотрите, все в стекле, однозначно. Официанты все приносят. Да, это большой-большой плюс, респект. Но все-таки, извини меня, как здесь может быть по-другому в премиальном отеле? Извини меня. Приятного всем аппетита. Ребята, мы кушаем и побежали с вами вместе изучать и получать первый шок от отеля. Чин-чин. Там мы пообедали, все было, в принципе, очень вкусно. Нам все понравилось. Что могу сказать? Есть одна особенность, ребят. Получается, вот эта огромная площадка. Ресторан внутри. Эта площадка, столы стоят от ресторана на улице. В данный момент здесь очень комфортно. На улице там 22-23 градуса. Очень комфортно кушать. Но весь прикол в том, что никак нельзя выйти. Вот эти все зоны, они там, получается, в них можно зайти, но выйти только через тот вход, где вы заходили. То есть, с зоны ресторана нельзя выйти на территорию отеля. Как-то странно. Мы просто... Да, мы вот Валя ходила, разведывала, все окончательно. То есть, мы хотели сейчас пройти местное кофейне. Вон там заваля стоит старбакс, так называемый. Плюс бассейны. Ну, естественно, вот там просматривается уже набережная и пляж. Но, получается, для нас это новинка. Получается, надо опять заходить на территорию ресторана и проходить наспасть. Да, Валь? Да. Погнали. Так, ребята, обошли мы столовую. Здравствуйте. Ребят, здесь своя кофейня. Посмотрите, какой серьезный кот. Он как-то медленно в территории. Чуть не на меня. Офигеть. Вот там я вам включался, говорил, вот за этой сосной. Кстати, очень классно. Территория вся усеяна соснами. Вот там я включался, говорил, что нельзя выйти с территории ресторана. И это правда. Мы обошли весь периметр. Выхода нигде нет. То есть, зашли через корпус. Взяли, покушали здесь. Допустим, там закончили кушать. Опять нужно через корпус возвращаться. Ну, странная концепция, но это так. И мы идем к морю. Нет, мы сначала идем изучать бассейны и местный Starbucks. Но мы подходим к морю. Да. Идемте. Ой, голубь, смотри, дикий красивый. Ну, давайте впечатление, первое впечатление, первое впечатление по территории, да. Значит, тут ходятся птички. Естественно, здесь все убрано, все подстрижено. Отель все-таки позиционирует себя как... Это голуби, Валь, да? Да, голуби. Как премиальный. На той стороне виллы. Они там с каждой вилле бассейны есть. Так, вот это вот бассейн. Большой бассейн, который, ребята, зимой не подогревается. О, а ты кто? Ой, саботюра. Ладно, котов куча. Саботюра, ты откуда? Ой, не пей, здесь же с флоркой моют дорожки. Да, мы тоже наслышали. Ну, пошли к бассейну глянем. Ребят, территория, первое впечатление, очень-очень-очень шикарная. Просто реально классная. Посмотрите, в данный момент нет практически ветра. Просто картинка идеальная, вот посмотрите. Просто идеальная картинка. Мы только в одном подобном отеле были. С такими соснами, Валя, какой-то отель. В Испании? Нет. Хотя в Испании Ля Пинеда, сосновый там гай какой-то. Если ты помнишь, Риксус Текерово. А, да, да, да. Там тоже самое было, куча таких сосен. И нам тогда гиды говорили, что только в этом Риксусе такие сосны, блин, вруны. Нет, они во всем районе. Да, вруны. Здесь таких сосен тоже очень-очень много. Ну, очень классная территория. Бассейны загорожены лентой. А потому что они не обогреваются и купаться запрещено, я так думаю, из-за этого. Вот это теплый бассейн, купаться, но есть проблем можно. И даже люди забираются. Что-то по подогреваемым бассейнам мы не разобрались. Отдыхающие нам сказали, что греется вот тот маленький с горками. Большой не греется. Нам говорили, где греться должен бассейн в аквапарке. Мы туда еще не дошли, но говорят, что вроде бы как не греется. Ребята, как вам такой видосик? Как видон такой? Горы, бассейн, сосны. Сосны, ребят, вы понимаете, почему мы приехали сюда? Потому что мы не могли устоять от такого отеля в таком месте с такими красотами. Валя, что скажешь? Мне все нравится. А почему ты не поехала в Шарм-эль-Шейх? В жару. Там не сильно жара. Ну согласись, Шарм это о другом. Потому что в этот отель в сезон приехать накладненько. Поэтому мы решили приехать сюда зимой. И будем здесь зимовать. А в Шарме сейчас сезон. Там туда ехать в данный момент на этот сервис тоже накладненько. Ну что, пошли посмотрим, где тут Старбакс. Вот я не пойму, прямо или вот это справа, наверное. Пойдем. И на море я хочу. Я хочу на море. Так, конечно, мы сейчас у вас всех отведем на море. Кстати, морька вот буквально там. Сразу же нас удивили вот такие вот ребята шезлонги двойные. Класс. Давай. Да, слушай, тут столько диких голубей летают. Прямо там диснек-зона садятся. Ты хочешь, чтобы тебе приготовили? Над бассейном чайки летают. Вон, смотри. Ай, плавают. Конечно, плавают. Классики. Офигеть. Круто. Подожди, а может действительно вот этот как-то подогревается большой? А, подожди, нет, это швона не соединяются, да, если не ошибаюсь? Да. Блин, посмотреть. Подожди, покажи, как работает это, Валь. А ну. Посмотрите, какие шезлонги, ну это не шезлонги, как это, как это назвать, Валь? Двойной дабл шезлонг. То есть, если надо, хоп, достали. Я с птичками обкакана. Если ты видишь, матрасов нет, значит не работает. Че, ты думаешь, здесь матрасы должно быть? Давайте потрогаем воду. Давайте. Так и шло у нас. Сейчас кто-то градусник забыл. Ну, я хочу сказать, как в Египте в январе-феврале. Холодно, но зайти, в принципе, можно. Блин, Валя, смотри. Вау, класс, смотри. Горы, голод. Вообще, блин, ребята, посмотрите на эту картинку. Класс. А сколько, смотри, этих, блин, сколько шишек, глянь. Это шишки? Да, это шишки, в бассейн падают. Ну да, вот там вот будем плюхаться, блин, можно застримить. Чтобы в тыковку. Идем к морю. Мне нрав, мне нрав. Валя, днем кофе не пьет. Ребята, вот это так называемый местный старбакс. Ну что-то да, что-то нам кофе не хочется сейчас пить. Идем все-таки к морю наем. Как-нибудь зайдем утречком попьем. Кстати, дерево оригинальное такое в лианах. В общем, основной бассейн отгорожен. Купаться там нельзя. Ну и его даже не почистили. И вообще не парятся. Чистят. А мы все в попытках попасть, пройти на море. Честно говоря, в первый день отель кажется каким-то лабиринтом. Не знаю. Но мы вышли на набережную. Ура! И уже отсюда я вижу, что был пирс у отеля. Его разобрали на зиму. Но шезлонги, в принципе, на пляже стоят. Кстати, ты слышишь, что здесь рядом есть? Да, рядом здесь мечеть. Мечеть Мула. И я первый раз вижу, что он зазывает, а они сигнализацию включают еще. О, вот она, набережная отеля Акка. Слева должен быть домик котика, вы себя не ошибаетесь? Да, это там, да. Сходим, посмотрим. Ну, люди тусят просто так, как сегодня, видите, немножечко облачно. Хотя температура комфортная, мы вот ходим в футболках. Пошли в пирсу, зайдем в воду, потрогаем водителя. Да, люди загорают, лизат на шезлонгах. Ну, видишь, основная масса шезлонга убрана. А потому что уже короткий день. И так как здесь горы, то солнце начинает опускаться за них где-то после трех часов дня. Здесь не просто горы, ребята. Три-четыре, да. Просто, ну, отсюда сейчас не будет видно. Красиво очень. Просто висит гора. Вот прямо, почти на тотельном, вот. Очень красиво. Угу. Итак, у нас испытание моря. Что скажешь о температуре водички? Ну, как вам сказать? Погромче сказать. Я даже не знаю, смогу я купаться или нет. Серёж? Я думаю, градусов 16-17. Вот мужчина купается. Ну, есть люди купаются и в проруби. Да, это кто? Возможно, возможно, я ошибаюсь. Мы возьмем градусник, померяем. Если 20 градусов, я думаю, покупаемся по-любому. Ну, а я не обещаю. О, боги, какие здесь виды, ребята. Какие здесь горы. Я вообще нисколечки не жалею, что мы прилетели в Турцию, а не в солнечный Египет. Это просто красота. Справа горы, слева море. А внутри Кемер. Та-ра-та-та. Тан-та-ра-та-та. Что, Валя, как тебе первое впечатление, первый маленький шок от отеля? Я, честно говоря, ожидала гораздо худшего. Мне очень понравилось расположение отеля, горы, погодка. Я думала, я буду мерзнуть, ходить постоянно в каких-то этих длинными рукавами. Худи? Худи. Но нет, я в футболке, и я готова даже одевать шорты. Люди загорают, некоторые купаются. Да, водичка холодная. Но в Египте, где на мае-февраль, водичка тоже прохладная, зайти сложно. Мне здесь очень нравится. И я уверена, что даже я покупаю все в море. А не только в теплом бассейне. Я тоже планирую покупаться в море, ребята, но зимой покупаться в Турции в море, наверное, все-таки хоть раз да надо, я думаю, показать своим примером. Хотя мы далеко не моржи. Что могу сказать? Мне тоже на данный момент, вы знаете, эффект первого дня, все не нравится. Ходишь, бывают сморщины. Ожидаешь одно, здесь совершенно другое. Из-за этого, ребята, такого здесь нет. По каме тоже все нравится, все устраивает, все круто. В принципе, все как и есть. Единственное, удивляет, почему-то малое количество людей на данный момент, да? А еще очень хочется вечером взять бокальчик вина и прийти на море, посидеть на шезлонге, послушать звук волн. Что в Египте не везде сделаешь, кстати. Ну, надо посмотреть, потому что здесь может быть прохладно вечером. Так что, ребяточки, вот такое у нас было видео. Пишите ваши комментарии, что вы, как считаете, стоит ли приезжать зимой в Турцию или лучше поехать в теплый Египет. Ребята, наши приключения, наш отдых только начинается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Инстаграм тоже в описании. А еще у нас есть чат в Вайбере. Там мы все делимся мнениями и впечатлениями о отелях Турции и Египта. Так что, с вами, как всегда, были Олег и Валя. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok